Что нам надо делать, когда мы приходим в храм? Как нам надо вести себя? Как мы и предполагали, существуют некие условности, что делать, а что нет. Мы можем относиться к ним как правилами, предписанием, и это может вызывать у нас некий протест, непонимание или тревожность, или мы можем думать о них как об этикете, трансцендентном этикете. Кроме того, в храме мы находимся в присутствии очень возвышенных личностей, Кришны и Его очень близких спутников. Например, если бы у нас была встреча с Папой Римским, или королевой, или премьер-министром, или какой-то важной Личностью в этом мире, конечно, мы бы соблюдали некие «можно» и «нельзя». Мы полностью направлены на эту Личность и фокусируемся на встрече с ней. Мы не будем разговаривать по мобильному телефону, мы не будем разговаривать с другими людьми про неуместные вещи. Также, когда мы находимся в храме, мы фокусируемся на трансцендентном присутствии Кришны, в трансцендентном присутствии Господа, наших учителей, нашего духовного учителя. Мы не разговариваем с другими людьми про ненужные вещи, мы не ругаемся с людьми, мы не разговариваем по мобильному телефону, мы не спускаем газы, не мусорим, мы соблюдаем чистоту, мы не заходим в обуви в храм. На самом деле, мы не ходим в обуви и в доме. Также мы не заходим в храм на паланкине, это для важных личностей, если они захотят такое сделать. Обычно, когда мы заходим в храм, мы предлагаем поклоны, хотя бы как намаскар, на японском. А поклоны, есть два вида поклонов. Один — это поклон на руках и коленях, а другой называется «дандават». «Данда» значит «палка», и «дандават» означает «как палка», и это значит лежать ровно на полу, показывая полное повиновение и принятие того, что наша позиция очень низкая, а Верховного Господа очень высокая. Это простой способ выразить почтение в храме. И когда мы находимся в храме, мы фокусируемся на деятельности, которая приближает нас к Господу, слушания, повторения, танцы, поклонения Божествам. И таким образом, все больше и больше мы будем ощущать трансцендентное присутствие Господа и духовное руководство.